Всем привет! Сегодня мы с вами поднимем еще одну тему в питании, пообщаемся с вами на тему того, какие лучше продукты употреблять во время похудения, какие будут вашими друзьями во время похудения, какие будут вашими врагами наоборот во время похудения. И недавно я затрагивала такую тему о культуре питания, если вы это видео еще не видели, я вам очень рекомендую его посмотреть. И там одним из пунктов я говорила, что очень важно понять еду, которую вы употребляете. Для меня эта тема вообще стала открытием, потому что раньше я особо не заморачивалась, чтобы именно так глубоко изучать вопросы питания. Сейчас, конечно, я далеко тоже не эксперт, поэтому если я где-то ошибусь, то обязательно меня поправьте и обоснуйте это чем-то, то есть какой-то научной статьей или какими-то исследованиями. Но тем не менее, сегодня мы с вами поговорим о таком понятии, как гликемический индекс. Гликемический индекс это, грубо говоря, показатель того, насколько быстро продукт, который попадает в ваш организм, расщепляется и превращается в глюкозу. Глюкоза, если вы раньше не знали, это основной источник энергии. И вот когда у нас вот такая вот именно прилив энергии, это означает, что в крови повышено содержание глюкозы, поэтому у нас много энергии, мы там хотим чем-то заниматься, мы там смеемся, и вообще у нас, в принципе, оптимистичное, такое позитивное настроение. Когда мы чувствуем себя более вяло, не можем собраться, это зачастую говорит о том, что уровень сахара в крови очень низкий. И когда у нас поднимается глюкоза в организме, поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин. Здесь уже это больше понятно, потому что инсулин, в первую очередь, это довольно-таки коварная штука, инсулин, он очень запасливый по своей природе. Главная его задача заключается в том, чтобы разнести глюкозу по организму, чтобы на все функции организма нам хватило энергии. И все, что осталось, он вот просто очень сильно старается отложить, а отложить, естественно, куда в жир. Поэтому, зная уже вот такой вот базовый принцип того, как у нас все расщепляется в организме, уже более понятно, что можно кушать, что нельзя кушать, а не просто там, мы знаем, что макароны есть нельзя на ночь, потому что это плохо. Итак, значит, с основным принципом мы разобрались. Вы что-то съели, это резко повышает ваш уровень глюкозы в крови, вырабатывается инсулин, снижает этот уровень сахара, распределяет по всем тканям, по мышцам, и все, что осталось, он это старается запасти. И здесь как раз не нужно быть осторожным, потому что если вам такой вот резкий выброс энергии не нужен, и все, что вы собираетесь делать, это только лежать на диване, то вы должны понимать, что определенные типы продуктов лучше в это время как раз таки не употреблять. И перед тем, как я перейду к конкретным каким-то продуктам, я хочу еще поговорить о метаболизме. Есть зачастую такая штука, как тягость к сладкому. Вот у меня она лично есть, и я совсем недавно узнала, что это все неспроста, что когда постоянно тянет на сладенькое, это говорит о том, что у вас метаболизм в очень плохом состоянии находится. Если постоянно кушать что-то сладкое, и постоянно там то булочку какую-то, то печенька, то батончик, то еще что-то, вы вырабатываете такого рода глюкозная зависимость, то есть вам постоянно хочется вот этот вот прилив энергии, но из-за того, что у вас содержание глюкозы в крови постоянно на высоком уровне, ваш организм, грубо говоря, ломается, и поджелудочная железа в ответ наоборот все меньше и меньше вырабатывает инсулина, и вот когда вы замечаете за собой, что вы едите очень мало, но в то же время все равно поправляетесь, вот это как раз признак того, что у вас нарушен обмен веществ, и раньше вы что-то делали явно неправильно, потому что сейчас выработка инсулина у вас на очень плохом уровне. И самое обидное, что при нарушении метаболизма вы вот эту энергию от глюкозы не получаете, ни в мышцы, нет у вас ни такого выброса энергии, а оно все сугубо сразу отправляется в жировые отложения. Именно из-за этого вы постоянно чувствуете какую-то такую слабость, вялость, вам постоянно хочется там, я не знаю, выпить кофе, как-то взбодриться, вы не можете собраться, все это признаки того, что метаболизм нарушен и надо переходить на более дробное и правильное питание, и тогда постепенно-постепенно это все будет улучшаться. И все вышесказанное мной может создать впечатление, что продукты с высоким гликемическим индексом это вообще сущее зло, и ни в коем случае их нельзя употреблять. Но на самом деле нет, их просто нужно правильно употреблять. Когда можно кушать продукты с высоким гликемическим индексом? В основном это в принципе первая половина дня, когда вам нужна энергия, и вот если вы, к примеру, пришли на работу, вы чувствуете себя усталым, а еще надо и это сделать, и туда сгонять, и это выполнить, надо взбодриться и много работать, тогда вот как раз продукты с высоким гликемическим индексом это ваш отличный помощник, потому что вы их съедите, сразу получите очень большой выброс глюкозы в кровь, и если вы при этом постоянно что-то делаете, а не просто вот так вот сидите перед телевизором, то для вас это будет огромной пользой. Это наоборот подстемнет ваш организм, он будет это все расщеплять, перерабатывать, и вы не будете поправляться. Если же вам ничего не предстоит, никакой не физической нагрузки, ничего, и вы будете потреблять продукты с высоким гликемическим индексом, тогда это наоборот работает против вас. Также продукты с высоким гликемическим индексом это отличная штука перед тренировкой, или в целом если вы занимаетесь спортом каким-либо, то перед тренировкой это тоже отличная штука, потому что вы опять-таки получаете заряд энергии, и вам будет проще выполнять какие-то физические нагрузки. Я сейчас вам, конечно, не буду перечислять весь огромный список того, какие продукты с высоким гликемическим индексом, какие с низким, какие с средним. В интернете полно таблиц, там где можно их перечитать, ознакомиться. Я вам, кстати, очень это советую, все-таки перечитать и выбрать те продукты, которые вы часто употребляете в свой рацион, и расписать их на три столбика, то есть этот высокий уровень, этот средний, этот низкий. И сначала вот, чтобы оно где-то там на холодильнике мозолило вам глаза, а потом вы уже просто выучите это, и будете приблизительно знать, что можно употреблять, что нельзя употреблять. Конечно, опять-таки, зная меня, вы наверняка знаете, что я вам скажу не сходить с ума, и не брать это как за супер такое жесткое золотое правило. Если вам на ночь хочется слоеную булочку, то, в общем-то, можно позволить себе там слоеную булочку. Но если вы в целом питаетесь правильно, то вам просто не будет ее хотеться там, я не знаю, каждый вечер. Если у вас наоборот сломан метаболизм, вам как раз-таки и будет постоянно что-то хотеться. Постоянно хотеться сладкого или солененького, или такого, или сякого, и вы будете себе все больше и больше этим вредить. И для ленивых давайте быстро перечислить несколько продуктов. Значит, с высоким гликемическим индексом, который вы вот сразу съели, сразу наелись, но это длится недолго, и в то же время, если вы это не расходуете, то у вас это все отправляется в жир. А что это за продукты? Это макароны, жареный картофель, картофель пюре, белый хлеб, белый рис. Это те продукты, которые вам не нужны на ночь, не нужны тогда, когда вы не собираетесь как-то активно проводить свое время. Дальше идут продукты со средним гликемическим индексом. Это, в принципе, я считаю, основные продукты для такого нормального питания, как днем, так и ближе к вечеру, ну, может, не совсем уже на ночь, но там ближе к вечеру, там на полдник, например, можно употреблять эти продукты. Сюда относятся ананасы, изюм, ржаной хлеб, цельнозерновой хлеб, банан, длиннозерный рис, овсяная каша. Также это суши, булгур, киви и прочие продукты. И также есть продукты с низким и очень низким гликемическим индексом. Они расщепляются в нашем организме очень долго, очень долго держат чувство насыщения, и при этом глюкоза и инсулин практически не работают в процессе расщепления, то есть не откладывается от них жир. Это такие продукты, как коричневый рис, басмати, кокос, виноград, чернослив, курага, обезжиренный йогурт, гранат, зеленая фасоль, горький шоколад. В общем-то, список тоже огромный, там можно выбрать тоже те продукты, которые вам нравятся, и именно конкретно эти продукты лучше всего употреблять именно во второй половине дня, когда намного меньше вероятность того, что вы будете какую-то очень сильную физическую нагрузку делать на себя, или чем-то там сильно заниматься, то есть в основном вторая половина дня у нас для отдыха. Если же во второй половине дня вы занимаетесь там очень серьезно, какие-то у вас тренировки, тогда как раз-таки вам это меньше подходит. Ну, я надеюсь, что общий принцип для вас понятен. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если есть что к этому добавить, тоже обязательно добавляйте. И в целом, может быть, подавайте мне идеи, о чем бы вы еще хотели узнать в плане питания, в плане диеты, в плане того, как похудеть. Я черпаю, в общем-то, огромное вдохновение от ваших комментариев. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня мы с вами поговорим о матовых помадах, потому что матовые помады – это огромный тренд последнего времени. И что-то я так смотрю, что не особо они из моды выходят, поэтому если вы тоже хотите приобрести матовую помаду, то это видео будет для вас очень полезным. И именно под вот этим вот всем я вдохновилась для того, чтобы создать вот этот макияж, который вы видите сейчас на мне. Ну, конечно, я думаю, что это очень полезно.